Осенне-зимний максимум 2016-2017 стартовал. На слонге коммунальщиков так называется отопительный сезон, потому что это период максимальной нагрузки и ответственности. Впервые по распоряжению главы города максимум начали, не дожидаясь температурного минимума. Если раньше по нормативу тепло пускали только когда среднесуточная температура за окном не поднималась выше 8 градусов в течение 5 дней, в этом году таких показателей решили не дожидаться. Город к пуску тепла готов. Еще в пятницу подписано постановление о начале отопительного сезона, поэтому мы заранее это сделали, чтобы мы ровно и плавно вошли до 5-10 октября, урегулировали все гидравлические режимы к этому времени и плавно вошли без крика. Я думаю, нам это удастся в этом году. В первую очередь к теплу подключают объекты социальной сферы – дома ребенка, детские сады, больницы, поликлиники и школы. Постепенно тепло будет поступать и в жилые дома. Подготовка к отопительному сезону началась сразу после завершения предыдущего периода. За процессом следил специально созданный штаб по подготовке города к зиме. В первые недели сентября межведомственная комиссия проверила готовность потребителей тепла и по результатам выданы паспорта готовности. Готовы коммунальщики и к форс-мажорам. Потому что в городе тысячи километров теплотрасс, и господин Андреевич каждый год бывает и будет и в будущем, без сомнений, когда будут пускать тепло. Походятся все равно какие-то новые дефекты вводов дома, дефекты теплотрасс, будут останавливать, выпускать, чинить. Это обычная рабочая ситуация, которой занимается город совместно с энергетиками. Через две недели после старта отопительного сезона начнут работать горячие линии по вопросам отопления. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов. События.